МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вы считаете, нужна ли Казахстану система обязательного медицинского страхования? Или, может быть, на ваш взгляд, вполне можно было бы обойтись без нее? Казалось бы, зачем нужна реформа? Ведь работают же государственные больницы, стационары. Что еще нужно? Между тем, существуют объективные предпосылки для реформирования медицинской сферы страны. Основная причина внедрения системы медицинского страхования – это рост затрат на медицинские услуги, которые обусловлены увеличением численности казахстанцев, перераспределением структуры населения в сторону повышения числа пенсионеров и детей, выявлением все большего количества пациентов, страдающих хроническими болезнями. Получается, что казахстанская медицина нуждается в более высоком финансировании. А как обстоят дела в реальности? В системе здравоохранения сложился дефицит финансирования. Так, по исследовательским расчетным данным, в текущем году уже недофинансирована система здравоохранения на сумму порядка 500 миллиардов тенге. Обсуждению непростых вопросов казахстанского финансирования медицинской сферы и путей выхода сложившейся ситуации была посвящена общественная дискуссия по проблемам финансирования казахстанской медицины. В диалоге приняли участие представители фонда медстрахования, системы здравоохранения, неправительственных организаций, руководители крупных медицинских учреждений города Алматы. По данным фонда медстрахования, закуп медицинских услуг в 2018 году в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет осуществлен на сумму 916,8 миллиардов тенге. По итогам 2016 года расходы государственного и частного сектора на здравоохранение в Казахстане составили 3,4% от ВВП страны. В номинальном выражении это 1,6 триллиона тенге. В последние годы в Казахстане наблюдается тенденция неуклонного снижения текущих расходов здравоохранения по отношению к ВВП. С 4% в 2012 году до 3,4% в 2017. Для сравнения, в странах организации сотрудничества и развития этот показатель составляет 8,7% от ВВП. Но как эти цифры и тенденции отражаются на казахстанцах и на качестве медицинской помощи в стране? По словам эксперта, казахстанцы уже давно сталкиваются с последствиями существующего дефицита. Это те случаи, которые ожидают очень длительные госпитализации. Это очередя в поликлиниках. Это те медицинские услуги, которые по той или иной причине недоступны, и люди вынуждены тратить деньги на них в частном секторе. Это лекарственные средства в рамках амбулаторного лекобеспечения, которые элементарно не хватают людям. Получается, что наша привычная установка о том, что бесплатная медицина гарантирует все, уже не срабатывает. По факту, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи не покрывает возросших потребностей казахстанцев в медицинских услугах. И разрыв между потребностями казахстанцев в медицинских услугах и возможностями государственной медицинской структуры растет год от года. Между тем, по словам главы фонда медицинского страхования Елены Бахмутовой, сводить все проблемы реформы лишь только к недостатку финансирования не совсем корректно. Мы считаем, что фонд и финансовый оператор в первую очередь регулятор рынка Министерства здравоохранения, фонд должен выступать своеобразным омбудсменом между потребителями медицинских услуг и между поставщиками медицинских услуг, ориентируясь на защиту потребителей. И самое главное, чем мы хотели стать, или кем мы хотели стать, это катализаторная реформа. Фонд не может сам полностью реализовать задачи, которые стоят под системой, но он может выявить узкие места и предложить механизмы их разрешения. Это наши базовые целевые задачи, которые мы намерены решить в предстоящий переходный период до полноценного внедрения системы. Реформа медицинского страхования в первую очередь призвана решить важнейшую проблему общества. Повышение уровня ответственности каждого гражданина за свое здоровье и общего уровня солидарной ответственности казахстанцев за здоровье всех граждан страны. В чем это выражается? В данный момент в регулярности выплат отчислений фонд медстрахования, пока ситуация оставляет желать лучшего. Из всех госфондов работодатели меньше всего платят в фонд медстрахования. Поэтому нерадивых работодателей, которые пренебрегают отчислениями фонд социального медицинского страхования, будут штрафовать. Тем, кто делает отчисления и взносы позже положенного срока, уже насчитана пеня – 25,3 миллиона тенге. Можно ли повлиять на избыточный рост потребности в финансировании казахстанского здравоохранения? Оказывается, можно. И сделать это по силам нам, казахстанцам. Для этого достаточно просто заботиться о своем здоровье и не пренебрегать профилактическими мерами для его сохранения. Самой главной альтернативой избыточного, стремительного роста расходов на здравоохранение является профилактика. Но это не просто мыть руки перед едой или делать профилактические прививки. Это определенные превентивные медицинские вмешательства, которые лучше делать сейчас, пока организм здоров, или заболевание в ранней стадии, чем потом с достаточно тяжелым. Простыми словами, это первичная медико-санитарная помощь, дневные стационары, амбулаторное ликобеспечение. Три основных направления, которым должно быть уделено наибольшее внимание. Если этого не делать, результаты мы уже видим сейчас. Профилактическая медицина способна сэкономить государству огромные суммы денег. Логическая цепочка. Лучше предупредить заболевание, чем лечить. Лучше вовремя подлечить заболевание в легкой форме, чем прибегать к терапии в запущенных случаях. Работает безотказно в любой стране и при любом уровне финансирования. Однако у нас в Казахстане этот принцип разумного подхода к своему здоровью, похоже, вовсе перестал действовать. По итогам 2016 года в Казахстане во всей стране было госпитализировано порядка 2,8 миллионов человек. Из них 70% всех госпитализаций это госпитализации по экстренным показаниям. То есть ситуация, когда уже заболевание развелось до такого состояния, что дальше становится очень тяжело. И еще один примечательный момент. По итогам 2016 года количество вызовов скорой помощи составило 7,5 миллионов случаев. А в 2015 году было 7 миллионов. И эти цифры уже говорят сами за себя. В настоящее время в парламенте Казахстана идет обсуждение законодательных поправок, призванных отодвинуть старт полноценного функционирования системы обязательного медицинского страхования до января 2020 года. Однако, как верно заметил один из спикеров дискуссии Али Нургожаев, экономист в сфере здравоохранения, несмотря на юридический перенос сроков реформирования, реформа медицинской сферы страны уже идет полным ходом. С этим трудно не согласиться. В фонд медицинского страхования поступают финансовые средства, составлена база данных медучреждений, изъявивших желание оказывать услуги в рамках ОСМС. Более того, услуги первичной медико-санитарной помощи частными клиниками, вошедшими в базу данных фонда, уже оказываются. И те казахстанцы, которые прикрепились к частным медицинским учреждениям, уже по достоинству смогли оценить отсутствие очередей и доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Да и сами сотрудники фонда не сидят без дела. И в течение ближайших двух лет сохранится существующее государственное финансирование здравоохранения, будет закупаться, как и ранее, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Весь этот объем медицинской помощи, начиная с 2018 года, будет закупаться фондом уже фондом социального медицинского страхования. Необходимые мероприятия уже сейчас проводятся. И в следующем году на эти цели будет направлено порядка более чем 900 миллиардов тенге. Ну и в дальнейшем, в течение ближайших двух лет, эта сумма будет корректироваться с учетом существующего законодательства, бюджетного процесса. А также в течение ближайших двух лет будут выработаны подходы по совершенствованию корректировки реформы обязательного социального медицинского страхования. Обязательное социальное медицинское страхование это структурная реформа, которая затронет практически все население страны от мала до велика. И это должны понимать все казахстанцы. Прошедшая встреча лишь начало активного диалога между представителями фонда и общественностью. Любая реформа особенно в системе здравоохранения требует активного участия всех сторон. Если просто вести страхование или что-либо другое, ситуация не изменится. Если сами люди, пациенты, медицинское сообщество не будет активно стремиться к изменениям. Глава фонда медицинского страхования считает, что стремление казахстанцев войти в тридцатку самых развитых государств мира должно быть подкреплено человеческим капиталом. Казахстанцы будут становиться более профессиональными, образованными, но самое главное они должны быть здоровыми. Здоровье это важный фактор человеческого капитала. И если мы будем продолжать относиться к здравоохранению и собственному здоровью по остаточному принципу, мы никогда не станем той самой развитой страной. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ